Если представить фестиваль Organic Nation в цифрах, получится два дня, насыщенных лекциями, практиками и мастер-классами, 23 эксперта и 500 участников. В гармонии с природой и самим собой пребывали те, кто всю жизнь посвятил йоге, и те, кто только начинает открывать для себя практики. Я познакомилась с духовными практиками вообще в 14 лет. Мимо нашего маленького городка проезжали йоги, и как-то я туда к ним попала на медитацию, и все в моей жизни свершилось. Произошло такое максимальное расширение сознания на тот период жизни, и я много чего осознала, увидела, и поняла, что жить так больше не хочу. У меня было касание, когда мне было 21 год, и это все перевернуло. Я избавился от всех своих хронических болезней, которых было много. Очень много йогов и людей, которые пришли к йоге именно после тяжелых болезней, травм и таких случаев очень много. Я в жизни пришел к этому очень просто. Я занимался 15 лет, и у меня было своих два бизнеса, ну вот, я вел. Потом в один момент все закрылось, и, ну, словно душа меня повела дальше. И вроде как развернула меня к людям. Я тогда начал заниматься с людьми и стал пробовать себя в разных направлениях. Я из Индии, и, как всем известно, там много йогов. Но мы не учимся йоге и медитации. Это часть нашей природы и часть нашей жизни. Раньше, вот 28 лет назад, я скрывался, честно признаюсь, потому что крутили виска, что это ненормально, что ты за ерундой занимаешься, мясо не ешь, ты вообще через 5 лет умрешь. И знаете, мне очень приятно, что сейчас йога вошла в моду. Если раньше это было не мое время, то сейчас время пришло похоже наше. Здоровый образ жизни, йога, счастье. Йога для меня это балансировка и гармония. Ты понимаешь, что силы находятся внутри тебя, и мы постоянно думаем, очень много торопимся, и потом попадаем в момент. Это и есть йога. Мы уходим внутрь себя и находим источник жизненных сил. Для многих фестиваль оказался отличным шансом познакомиться со всеми возможными направлениями йоги. У меня йога-танец. Я чувствую в себе, что я люблю и танец, и йогу. И я так думаю, что между асанами надо делать связки. И вот это связки, хорошее движение внутри, души. Потом исполняем позу. Ждем чуть-чуть, дышим еще раз. Сап-йога проходит на досках. Доски серф специально оборудованы для того, чтобы на них, помимо хождения по воде, еще и заниматься разными направлениями. Направление мне очень нравится тем, что оно очень хорошо развивает наши мышцы, стабилизаторы, укрепляет наши чувства устойчивости, убирает страх, боязни, воды. Благотворно влияет на наше здоровье, что вы заметите уже в более взрослом возрасте. Провило, я увидел, как оно работает на грани психосоматики и физики. То есть, когда человек может через физику раскрывать свою внутреннюю суть и свою внутреннюю боль. То есть, от нее избавляться. А если говорить о соединении с йогой, то можно это назвать, провило, это наша древнеславянская йога. Тот сакральный танец, который я создала, он дает раскрытие своего женского предназначения, осознать, что кто-то есть, для чего мы здесь, и как жить и быть женщиной. Представляю три практики. Одна из практик была универсальная йога. Мы прорабатывали гибкость по всем направлениям подвижности. Вторая практика была у нас балансы на ногах, на одной ноге, на руках, на локтях, на коленях, на голове. В общем, всевозможные. И йога с партнером – вариант, когда оба активных, оба выполняют асану. Органичным и органическим здесь было буквально все, начиная от еды, заканчивая одеждой и бытовыми предметами. Так, смотрите, у нас, значит, они все делаются полностью из пчелиного воска. Мы закупаем ващину, непосредственно у нас идет, мы выбираем. То есть у нас бывает и челябинская, и белгородская ващина, и белгородская ващина, она более желтый цвет имеет и аромат. Она очень хорошо пахнет, просто вы можете сами понюхать, как она пахнет замечательно. Это очень интересная одежда из Юго-Восточной Азии. Здесь представлены товары из Индии, Таиланда и Непала. Эти все изделия сделаны из натуральных материалов с использованием техник ручной работы, вышивки, ткачества, аппликации. Для организаторов Organic Nation первое событие такого масштаба оказалось успешным. А значит, есть вероятность того, что летний йога фестиваль на Урале станет традиционным. Субтитры создавал DimaTorzok